На пророческое изречение, Солом 38, 6-7 Вот ты дал дни мне, как пяди, И век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета Всякий человек живущий. Подлинно человек ходит, подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает, И не знает, кому достанется то. Радует рыбака подводные недра, Когда запросив сети, И взяв обильную добычу морских обитателей, С трудом извлекает он сеть, И охотника радует питающий зверей лес, Когда из рыска в горы, И достигнув лесистой вершины, Возвращается он с богатой обильной добычей. Если же для пристрастных к выгоде и охоте Так приятен бывает соединенный с ними труд, То насколько большее удовольствие могут иметь рыбаки, Закидывающие сеть в церковных недрах, Где приобретением является не что-нибудь временное Или земное, но само небесное царство. Итак, возлюбленные, будем играть в соломскую мелодию На гуслях Давида, и вместе с Давидом, Пригвозив к позорному ставбу Человеческое ничтожество, скажем, Напрасно человек суетится, Собирает и не знает, кому то достанется, Метется и погибает в конец, Суетится и сокрушается, прежде чем восстать, Возгорается, как огонь, и погасает, как тростник, Поднимается, как буря, и улегается, как пыль, Воспламеняется, как пламя, и рассеивается, как дым, Расцветает, как цветок, и высыхает, как сено, Воздымается, как туча, и разрешается в каплю, Надувается, как пузырь, и гаснет, как искра, Метется и в добыче своей жадности приобретает зловоние, Беспокоится и уходит без всякого плода от своего беспокойства, Он беспокоится, а удовольствие достается другим, Его труды, а сокровища другим, Его заботы, а веселье другим, Его печали, а наслаждение другим, Ему проклятие, а другим услуги, Его хищение, а другим удовольствие, У него скорбь, а у других благосостояние, У него слезы, а у других имущество, Он наказывается в аду, А другие наслаждаются его наследством, Воспевая, напрасно суетится человек, Человек есть краткосрочный заем жизни, Долг смерти, не терпящий отлагательства, Животное, не обузданное по собственной воле, Зло, само себя наставляющее, Коварство самобытное, искусное во зле, Изобретательное в несправедливости, Готовое к любостяжанию, Ненасытно жадное, Вероломное по природе надутый дух, Высокомерная дерзость, Пустая заносчивость, Дутая высокомерие, Остывающая отвага, Своенравное брение, Мятежный прах, Пыль высокомерная, Пепел надменный, Искра легко угасимая, Пламя скоро приходящее, Светильник колеблющийся, Гниющее дерево, Сохнущая трава, Увидающая зелень, Природа скоро оскудевающая, Сегодня грозное, Завтра умирающий, Сегодня в богатстве, А завтра в гробу, Сегодня в венце, А завтра под надгробным памятником, Сегодня в порфире, А завтра в грязи, Сегодня в сокровищнице, А завтра на одре, Сегодня окруженными птицами, А завтра червями, Сегодня существо, А завтра ничто, Только что превозносимый, Немного спустя оплакиваемый, Несносный в счастье, Неутешный в несчастье, Не ведущий самого себя, И любопытствующий о том, Что выше его, Не знающий настоящего, И мечтающий о будущем, Смертный по природе, И с надменностью считающий себя вечным, Гнездо всякой болезни, Удобное прибежище всякой страсти, Общее и ежедневное сборище лихорадок, Открытое пристанище всякой печали, О, какое печальное зрелище нашей слабости, О, какой праздник человеческого ничтожества, Сколько я насказал, И не нашел ничего более соответственного Пророческому изречению говорящему, Напрасно суетиться всякий живущий человек, Наконец, смотри, возлюбленный, Не подобны ли морю человеческие дела, Не спитается ли с его смятением наша жизнь, Не обуреваемся ли мы на суше больше, чем на море, Не нападаем ли мы друг на друга сильнее ветров, Не наталкивает ли нас друг на друга деньги, как буря, Не носимся ли мы в морской бездне туда и сюда, Один захватил поле другого, Этот увел слуг того, Один судится с соседом из-за воды, Иной враждуется сожителем из-за воздуха, Один, но не позорят друг друга из-за пяди земли, Другие притесняют друг друга из-за дома, Этот стремится взять то, чего не давал, Тот идет в суд, чтобы не отдавать того, что взял, Один с жадностью требует лихвы, Другой усиливается отнять и самый капитал, Этот скорбит от недостатка, А тот угнетается изобилием, Кто не имеет, терпит унижение, А кто имеет, служит предметом зависти, Кто облечен властью, тот возбуждает против себя гнев, Кто управляет, того ненавидит, Кто принадлежит к числу знати, Против того вооружается, Войны постоянны, Зависть непрерывная, Жадность иранствует, Корыстолюбие преобладает, Ложь превозносится, Взаимное доверие утрачено, Истина оставила землю, Дружба только за трапезой, Все погубили свою силу, Земля наконец не в состоянии сносить зло, Воздух осквернен до самого эфира, И за денег жизнь делается не в жизнь, За деньги мы готовы продать даже свободные стихии, На дорогах воздвигаются заставы, Земля разделяется по жребию, Воды в распоряжении господ, Воздух на пооткупу, Десятильники, сборщики-позаки-откупщики Захватили города, Богатые стаивают от злоба, Ростовщики сгорают от беспокойства, Грабители расстраивают жизнь, Любостяжатели развращают суды, Купцы извлекают выгоду из бедствий, Доносчики продают ложь, Обманывая друг друга, Мы разрушили святость клятвы, Знаем Бога только для того, Чтобы клясться. И так, видя общее преобладание зла, Пророк, оплакивая жизнь, И говорит, Подлинно совершенная суета, Всякий человек живущий, Только человек, ты говоришь, Беспокоится, Только смятение ума, О, Пророк, ты осуждаешь, Да, говорит, Ни среди животных, Ни среди стихий, Я не нашел ничего преданного суете, Волнуется, говорит, вода, И опять успокаивается, Потрясается земля, И опять утверждается, Бушует ветер и утихает, Свирепствует всякий зверь, И насытившись перестает, Воспоменяется огонь, Истребивший попавшее ему дерево, Погасает, Человек же в своем беспокойстве о деньгах Никогда не находит покоя, Взял это и уже смотрит на то, Овладел тем и развивает пасть на другое, Он старается удвоить сто, К этому опять спешит скопить столько же, И никогда не перестает собирать, Пока не приготовит себе конта, Одержимый жаждой любостяжания Он делается желтее самого золота, И все из-за многожеланного богатства, Этого неверного и непостоянного друга, Коварной любви, Обманщика многих господ, Насмешливого любителя многих, Крылатого узника, Неприязненного трупа, Свирепствующего в мире ветра, Из-за богатства родоначальника Всякой нелепости, Изобретателя всякого зла, Сотрудника душепагубного наслаждения, Противника воздержания, Рога целомудрия и тайного похитителя Всякой добродетели. Но что я обвиняю богатство, Оставив в стороне стяжателей? Оно само терпит от них, Связываемое ими и содержимое в узах. Мне кажется, оно могло бы обратиться к ним Следующими словами. Что вы, любостяжатели, Связываете меня, богатство? Что вы на меня, как на беглеца, Налагаете тысячи уз? Что вы обнимаете меня, как друга, И связываете, как злодея, Прямо из недр земли, И захватывая меня в свои руки? Если желаете сделать меня легче самого сна, Допустите меня и в руки бедных. Но скажет обличаемый, Я собираю богатство для детей, Чтобы им не пришлось испытать бедности. Хорошо же, многомечтательный богач, Настоящего ты не знаешь, А о будущем заботишься. Не ведаешь того, Что касается тебя самого, И заботишься о детях. Не знаешь, Не зароет ли тебя в землю, А совещаешься о наследниках. Безумный, Скажи мне, Какой конец тебя ожидает, И тогда старайся обеспечить детей. Скажи мне о сегодняшнем дне, И тогда я поверю тебе Насчет завтрашнего. Зачем отманываешь себя И после смерти? Зачем хочешь быть и мертвым, И осмеянным? Зачем ты вторгаешься в то, Что свойственно делать Богу? Зачем учишь божественный промысел, Как распорядиться данным тебе? Тебе нет никакого дела до того, Что будет после тебя. Ты не можешь быть мертвым И распоряжаться живыми, И судить мертвых, Взвешивая права каждого. Итак, зачем ты, богатый, Напрасно трудишься, Собирая к себе то, Что принадлежит бедным, А сам не знаешь, Для кого ты собираешь это? Зачем удерживаешь то, Что принадлежит сиротам? Почему негодуешь на их просьбы, Как будто теряешь что-нибудь Из своего собственного? Они ищут своего, а не твоего, Порученного тебе от них, А не рожденного с тобой. Отдай, что ты взял, И получи пользу, Так как тебе поручено дать, А не взять. Будь удовлетворен тем, Что в лице нищего Сам Бог протягивает тебе руку, Посылающий дождь с неба Просит у тебя медную полушку, Производящий гром и молнию Говорит тебе, Помилуй меня. Облагающий небо облаками Просит у тебя рубище, Будь доволен тем, Что бедные умоляют тебя, Как Бога. Подай, сжалься, Помилуй, Чтобы тебе быть помилованным, А ты бровью своей не хочешь повести, И упрашиваемый, Остаешься непреклонен. Дай им то, Что им же принадлежит, Прежде чем получишь вразумление. Подай им то, Что принадлежит им, И что немного спустя Ты оставишь. Их отец царь. Подай им то, Что принадлежит им же, И получи от отца их Беспечальную жизнь. Какую же? Так как вы сделали это Одному из меньших всех братьев моих, Что сделали мне, Оказывающий внимание бедному и нищему, Не только уничтожает Рукописание своих грехов, Но и заключает условие, Гласящее, Дающий нищему дает взаим Богу. Богу взаим мы даем милостыню, Чтобы получить от него воздаяние, Человеколюбие. Но, о мудрейшее слово, Милущий дает взаимы Богу, Притча 19, 17. Почему не сказал, Милущий нищего дает Богу, Но взаимы дает? Знает Писание наше корыстолюбие, Приняло во внимание и то, Что ненасытность наша в деле наживы Ищет обогащение. И поэтому не сказала просто, Милущий нищего дает Богу, Чтобы ты не разумел Простое даяние и вознаграждение, Но говорит, Милущий нищего дает взаимы Богу, Чтобы, слыша название займа, Любитель корости подвигнул себя к милости. Если Бог получает от нас взаим, А значит, он делается должником нашим. Так что же судьей своим или должником Желаешь его иметь? Ведь должник чувствует уважение К давшему взаим, А судья не стесняется с подсудимым. Необходимо, братья, посмотреть и с другой стороны. Почему Бог сказал, Что мне взаим дает дающий нищему? Конечно, Он видел, Что наше любостяжание Доходит до крайности, Как я сказал уже, И что не находится имеющего деньги, И желающего давать без обеспечения, Потому что взаимодавец требует Или закладной, Или залог, Или поручителем, И под эти три вида обеспечения Доверяет свои деньги, Или получив поручительство, Как я сказал сейчас, Или под залог движимости. Итак, Так как знал Бог, Что без этого никто не дает в долг, И что никто не руководится Человеколюбием, Но все ищут только прибыли, А между тем нищий лишен всего этого, Не имея ни закладной, Так как ничего не имеет, Ни залога, Так как сам наг, И не будучи в состоянии Представить поручителя, Так как не пользуется Ничьим доверием, Как неимущий. Когда увидел Бог, Что в таком случае Подвергается опасности И бедный, По неимению, И имеющий деньги По своему бесчеловечию, Тогда Он встал между ними В качестве поручителя За бедняка И в качестве залога Для взаимодавца. Ты не веришь ему, Говорит Бог, Из-за его бедности. Поверь мне, По причине моего Преизбыточества. Увидел бедного И умилостивился. Увидел нищего И не презрел, Но самого себя Сделал заложником За ничто неимущего, И по своей великой благости Ступился за недостаточного. Милующий нищего Дает взаймы Богу. Не бойся, Говорит, Ты даешь в долг мне, На какую я получаю пользу, Давай я тебе вздаем. Я воздаю тебе Старицею И даю жизнь вечную. Чтобы со временем Ты отдал мне этот долг, Я требую условия, Желаю обеспечить Себя договором. Укажи мне время Воздаяния, Назначь срок отдачи. Послушай же внимательно. Когда и как Отдаст тебе долг, Получивший его в лице нищих, Когда сяец венчеловеческий На престоле славы своей, Станут ловцы по правую сторону его И козлища по левую. Тогда скажет он тем, Которые по правую сторону его, Пригите, благословенный отца моего, Наследуйте уготованное вам царство От создания мира. За что? Алкал я и дали мне есть, Жаждал и вы напоили меня, Был нагодели меня, В темнице был и пришли ко мне. На это угодившие в настоящем веке, Взирая на свою немощь И достоинство должника, Говорят, Господи, Когда мы видели тебя Алщущим и напитали, Лежаждущим и напоили, Тебя, на которого Очи всех уповают. Когда тебя видели мы В такой нужде, И когда сделали тебе это? Так, как, говорит, Вы сделали одному Из меньших всех, Что сделали мне. Разве не истинно слово, Что милое щенищего Дает взаимы Богу. Но показав находящимся По правую сторону Дарованное им за их человеколюбие, Царство, Господь и находящимся По левую сторону Угрожает наказанием За их бесчеловечие. Идите от меня, проклятые, Во тьму кромешную, Уготованную дьяволу и ангелам его. Почему? За что? Ибо алкал я, И не дали мне есть. Не сказал за то, Что вы были развратны, Прелюбодействовали, Воровали, Лжесвидетельствовали, Ложно клялись. Хотя это единогласно Признается дурным, Но в меньшей степени Сравнительность С бесчеловечием И немилосердием. Почему же, Господи, Ты не вспоминаешь Ничего другого? Не сужу, Говорит, грех, Но бесчеловечие. Не сужу согрешивших, Но не покаявшихся. Осуждаю вас За бесчеловечие, Потому что, Имея столь великое Средство спасения, Милостыню, Вы не воспользовались Этим благом. Истребляю бесчеловечие, Как корень Всякого зла И всякого нечестия. Хвалю человеколюбие, Как корень Всех благ. И за первое Угрожаю вечным огнем, А за второе Даю Царство Небесное. Во Христе Иисусе Господе нашим, Которому слава И держава Во веки веков. Аминь.